На китайский рынок вышел новый Чанган Хантер. Рамный пикап с гибридной установкой. В такой системе присутствует бензиновый двигатель, но он выполняет функцию генератора, не передавая крутящего момента на колеса. Двигают с места последовательный гибрид только электромоторы. Чанган Хантер называют первым пикапом с последовательной гибридной установкой на борту, у которого запас хода свыше тысячи километров. В продажу в Китае поступят сразу 8 комплектаций Чанган Хантер по цене от 139 тысяч 900 до 216 тысяч 900 юаней, что в переводе от 19 тысяч 400 до 30 тысяч долларов. Версии отличаются количеством моторов одним на задней оси и двумя в полноприводной конфигурации размерами грузового отсека, а также оснащением. Роль генератора под капотом Чанган Хантер на себя взял двухлитровый бензиновый мотор мощностью 190 лошадиных сил. Начальная версия пикапа оснащается задним приводом мощностью 177 лошадиных сил. У полноприводного варианта есть еще один электродвигатель на передней оси мощностью 95 лошадей. Совокупная отдача такой установки достигает 272 лошадиных сил. До 100 километров в час такой Хантер разгоняется за 7,9 секунды. Аккумуляторная батарея во всех вариантах общая 31,18 киловатт часа, литий-железо-фосфатная. На одном только заряде аккумулятора пикап может проехать 180 километров. Что касается расхода топлива, у заднеприводной версии он составляет всего 7,9 литров, а у полноприводной версии достигает 8,5 литров на 100 километров. Суммарный запас хода с использованием двухлитрового турбомотора-генератора составляет 1031 километр, как заявляет производитель. Новый пикап Чанган будут выпускать в версии с двойной пятиместной кабиной и открытым кузовом длиной 1,6 или 1,8 метра. Ширина грузового отсека равна 1595 миллиметрам, а высота 500 миллиметров. Грузоподъемность пикапа Хантер последовательного гибрида всего 495 килограммов. Кузов отделан герметичным и ударопрочным материалом, также в нем есть двойная розетка переменного тока для инструментов мощностью до 3,3 киловатт. Практичным решением является спрятанная в откидном борте выдвижная ступенька для легкого доступа в кузов. Салон поражает двумя дисплеями на передней панели, виртуальной приборной панелью и 12-дюймовым тачскрином. В мультимедийный экран интегрирована большая часть автомобильных настроек. За трехспецовым рулем расположился переключатель коробки передач, чтобы освободить место на центральной консоли. В зависимости от комплектации покупатели пикапа Чанган получат круиз-контроль, навигацию, вспомогательные фары, подсветки поворота, автоматические дворники, голосовое управление, кожаный руль, беспроводную зарядку телефона на 40 ватт, кожаные сидения, подогрев сидений, на выбор предложат 4 или 6 динамиков. Длина пикапа 5380 или 5630 миллиметров в зависимости от длины кузова. Высота 1930 миллиметров, ширина 1885 миллиметров. Колесная база 3180 или 3430 миллиметров у длина базной. Колесные диски на 17 дюймов, заявленные клиренс 210 миллиметров. У пикапа Чанган Hunter внушительный дорожный просвет, обеспечивающий выдающуюся геометрическую проходимость. Угол въезда 29 градусов, а съезда 27 градусов. Хотя Чанган Hunter не является первым пикапом на новой энергии, конкуренты в основном ориентированы на чисто электрические пикапы. А гибрид с последовательной установкой на борту является самым большим преимуществом этого автомобиля. Он не только позволяет избегать высоких расходов на топливо, но и устраняет беспокойство об ограниченности запаса хода аккумуляторной батареи. Сможет ли Чанган Hunter, единственный пикап с увеличенным запасом хода на рынке, добиться хороших продаж? Давайте подождем и узнаем. Спасибо за просмотр! Если видео было для вас интересным, оставляйте свои благодарные лайки и делитесь комментариями. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Всего доброго и до встречи на нашем канале!